Вставать еще до рассвета солнца и заботиться о комфорте пассажиров – это работа Анны Курицыной вот уже 20 лет. Хочется каждого пассажира обилетить. Пассажиропоток идет в три двери. Глазами видишь, нужно пробраться к этому пассажиру, обилетить его. То есть, вот самый такой тяжелый – это час пик. То, что нам поставили валидаторы – это уже большой плюс. Так как заходит пассажир, подходит сам, берет себе чек и присаживается. Экспериментировать с формами оплаты проезда в Самаре начали в 2016 году. Тогда пробовали еще и турникеты, которые испытания не прошли. А вот валидаторы, на которых в конце концов и остановили выбор, показали себя хорошо. Установку терминалов начали в трамваях и троллейбусах, пользующихся наибольшим спросом среди самарцев. В прошлом году на 20-й и на 22-й маршрут также валидаторы установили. Это маршруты, которые проходят через весь город, везут большое количество пассажиров и, можно сказать, наиболее востребованы. На этот раз валидаторы появились в 22 новых троллейбусах «Адмирал», закупленных в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Устройства должны разгрузить работу кондукторов, но не отнять ее. Контролеры смогут больше внимания и уделять заботе о пассажирах. Валидаторы принимают только безналичные платежи, а у нас есть еще и проезд за наличный расчет. Соответственно, такого оборудования нет, поэтому, конечно же, кондуктора останутся. Также будут работать, продавать наличные билеты. И в любом случае, другая цель, которую мы преследуем, чтобы кондуктора смотрели, помогали за людьми, потому что много пользуется пассажиров, пенсионеров, то есть то же самое, чтобы смотрели за порядком в троллейбусе. Оплатить проезд через терминал можно транспортной или банковской картой и с помощью смартфона. И другой умной техники. Это очень удобно для пассажиров, потому что, тем более, во время пандемии не нужно искать мелочи, сдачу. Ты можешь просто приложить любую банковскую карту, социальную карту, транспортную карту к терминалу и получить чек. Один валидатор стоит примерно 120 тысяч рублей. В салоне установлено три терминала у каждого из входов. В следующем году работы по оснащению общественного транспорта валидаторами планируется только продолжать. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.